Главной темой встречи, на которую собрались руководители образовательных и дошкольных учреждений, психологи, социальные педагоги, представители органов власти и Котловской епархии, стала тема защиты несовершеннолетних от всех форм насилия. В начале своего выступления Ольга Смирнова подчеркнула, да, сами подростки ежегодно совершают десятки преступлений. К примеру, в прошлом году по Архангельской области их зарегистрировано 955. Но в то же время противоправные действия взрослых по отношению к детям, связанные с жестоким обращением, будь то физическое наказание, унижение, оскорбление и даже крик, встречаются в нашей жизни гораздо чаще. 1370 эпизодов за 2013 год. И, к сожалению, это всего лишь вершина айсберга. Конечно, она больше, но мы об этом мало говорим. И то, что мы вот сейчас стали об этом говорить и собираться, и город Котлос, я очень благодарна, потому что мы уже второй раз на территории города Котлоса проводим вот эти мероприятия, как раз направленные против насилия, против жестокого обращения с ребенком. И каждый раз вот я вижу заинтересованную аудиторию, это очень приятно, потому что совершенно разные профессии здесь находятся. И самое главное, что мы все работаем с вами с детьми. Если верить статистике, за 12 месяцев 2013 года против несовершеннолетних жителей Архангельской области, преступление совершено на 46 меньше, чем за такой же период 2012-го. Но зато какого характера были эти деяния. К примеру, сексуальному насилию подверглось 60 малолетних детей. 91 преступление. И ужас в том, что часть из них совершили самые близкие люди, родственники. С такими случаями я в своей практике сталкиваюсь, когда ко мне обращаются, бывают, значит, знакомые, либо родственники. Когда, допустим, дедушка в отношении своей внучки совершил преступление, и они, значит, просят меня, чтобы я вмешалась, чтобы было наказание соответствующее, определено этому, значит, человеку. Понятно, что эти моменты тоже имеют место быть. В финале встречи участники круглого стола подписали резолюцию и договорились продолжать тесное сотрудничество между всеми заинтересованными в этом вопросе сторонами – детским садом, школой, полицией, органами местного самоуправления, священнослужителями. Цель его – оградить наших детей от любых форм насилия, психологического и физического.